Всем привет, меня зовут Катрин, и я решила возобновить рубрику про готовку. На заднем фоне собака кушает, все, доело. Где-то в 2014-2015 году была популярна тема с прямыми эфирами. Я даже забыла, как называется приложение, в котором специально устраивались эти эфиры прямые, и там у меня была отдельная рубрика «Пишеваем», и вот я решила ее возобновить. Сегодня мы будем готовить несколько блюд, будет очень много масла, но будет очень вкусно. Такая вот жирненькая еда, и я вам покажу часть из того, что едят вегетарианцы и веганы, но сегодня у нас будет именно вегетарианское меню, потому что там будут присутствовать молочные продукты. Я буду готовить ужин для родителей, потому что они поздно приедут, и я очень надеюсь, что мы много всего успеем, успеем все то, что я запланировала, и точно будет вкусно. Придется сейчас приготовить для начала некоторые заготовки, и будем потихоньку двигаться, продвигаться, буду все вам показывать, объяснять. И не забывайте, кстати, подписываться на канал, ставить лайки этому видео, и пишите комментарии, получилось у вас или нет. Рецепты все простые, и как раз-таки пришла в голову идея, что можно сделать это отдельной рубрикой, потому что мы часто готовим интересные, классные, но не затейливые рецепты. Получается все очень вкусно, даже с первого раза, поэтому обязательно рекомендую вам попробовать. И сегодня у нас меню. Будет некоторая породия на блюда животного происхождения. Мы будем делать а-ля рыбку в кляре. Это будет у нас адыгейский сыр, обернутый в норе, но при этом поджаренный в кляре. Очень похоже на рыбу, что у нас даже друг, который мне совет, он с первого раза не понял, что это была не рыба. Он очень удивился, предполагал, что это может быть завид, и ему очень понравилось. Также будем готовить картошку в духовке. Кстати, с чего и начнем. Также испечем кутабы с зеленью. Это больше похоже на кастабы в татарской кухне, только кутабы это, по-моему, азербайджанская кухня, но по рецепту все очень похоже. Ну и также сделаю легкий овощный салат. Здесь уже совершенно что хотите, можете. Любые овощи просто берете, рубите, и все, все очень просто. Ну давайте начинать. И для приготовления картошки нам понадобится сама картошка. Мы также используем приправу для блюд из картофеля. Можете брать совершенно любой состав, либо просто самые свои любимые приправы, и все смешивать. Не бойтесь экспериментировать. И берем обычное подсолнечное масло. Нужно будет почистить картошку. Можно промыть ее потом водой, чтобы избавиться немного от крахмала. Затем все это мы засыпаем в кастрюлю, желательно побольше. Кладем туда приправы, добавляем масло. И моим любимым образом перемешиваем всю кастрюлю, всю нашу картошку с приправами и маслом. Просто все выкладываем на противень и отправляем в духовку. Все очень просто, все очень быстро. Пользуйтесь, можно готовить такой ужин, обед очень быстро. Картошка готовится буквально минут за 40-50. Посмотрите, как она обжарится, до какой готовности, и сами выбирайте. Примерно 200 градусов, 45 минут. Мы выбираем где-то серединную полочку, третью. И обдув идет сверху и снизу. Чистим картофель. Не чистится. Нарезаем картофель. Закидываем приправы. И кладем подсолнечное масло. Закрываем крышкой. И размешиваем. Ставим в духовку на 200 градусов. И вываливаем картошку на противень. Равномерно раскладываем картошку по противню. И ставим в разогретую духовку на 45 минут. Мы поставили нашу картошку в духовку. И сейчас у нас есть время, чтобы приготовить два теста. Одно это будет для кляра, для рыбы. И там понадобится мука, вода, соль. И можно взять такие приправы, как хмели-сунели. Очень хорошо подходит для нашей рыбы. И второе это будет тесто для кутап. Это также мука, вода. И любые приправы на ваш вкус, которые вам нравятся. Можно просто положить соль и не заморачиваться. Для кляры я советую взять более глубокую миску. Это будет для нашего теста. И будем просеивать муку. Я здесь приготовила скалку. Это будем мы впоследствии для лепешек раскатывать тесто. И немного в тесто нужно будет добавить подсолнечного масла. Беру обычную пекарную муку. Можно взять грубого помола. Тоже подходит. Только цельнозерновая она странно себя ведет. И если честно, мы пока не придумали, какие блюда можно с ней сделать. Советую для начала замесить тесто для кутап. Потому что ему нужно будет еще постоять, отдохнуть 10-15 минут. И потом мы будем отдельно замешивать кляр. Кляр мы замешиваем до состояния где-то жидкой сметаны. И его сразу будем пускать в ход. Добавляем к муке сухие ингредиенты, приправы. И положим соль. Эту смесь нужно будет перемешать. И для кляра также смешиваем. Кладем соль. Немного. Потому что вот, например, в этой приправе уже есть соль. Так что обязательно проверяйте перед тем, как положить состав. Чтобы не пересолить. Она причем еще с добавлением лимона. Так что посмотрим, что у нас получится. Сухой ложкой все перемешиваем. Кляр оставляем пока в сухом виде. Пускай дождается своей очереди. Начинаем замешивать тесто. Перемешали сухие ингредиенты. И сейчас добавляем немного масла. И наливаем теплую воду. Все перемешиваем. И добавляем ингредиенты по необходимости. Смотрим на консистенцию. Я поставила еще разогреваться воды. И сейчас домешиваем муку. Нам нужно получить консистенцию липкого теста. Чтобы впоследствии мы могли уже его раскатывать и лепить из него наши лепешки. Вот до такого состояния я его замесила. Впоследствии все равно придется добавлять муку. Чтобы она комфортно раскатывалась. И в таком положении мы его оставляем. Накрываем пленкой. И занимаемся дальше готовкой. Приготовим начинку для кутап. Берите всю самую свою любимую зелень. У нас она прямо с огорода уже начала расти. Сегодня это укроп. Обязательно. Очень вкусный, ароматный. Это шпинат. Который, возможно, я еще доберу. Тоже у нас огромные зеленые листья. Все свежее. Это петрушка. Кинза. Ароматная. И будет много лука. Потому что так получилось, что его очень много. И нужно его куда-то расходовать. Но для начала, чтобы все вот это вот было очень вкусной начинкой, мы растопим сливочное масло. Желательно даже, кстати, использовать масло кхи. Его также можно самому приготовить. Это обычное топленое масло. Получится очень вкусно. Так что берем кусочек. Просто растапливаем до жидкого состояния. Нарезаем все наши травы. Всю нашу зеленушку. И заливаем именно горячим маслом нашу траву. Топим сливочное масло. И нарезаем всю нашу зелень. Подварительно у шпината удаляю самую грубую часть. И мелко режем листья. Укропы также удаляем твердую часть, стебля. Стебли. И мелко нарезаем. Продолжение следует... подсаливаем нашу зелень и заливаем сардёвным маслом и все перемешиваем для нашей рыбки нам понадобится нори это то самое средство которое придает рыбе и рыбный вкус и адыгейский сыр я взяла вот такой вот самый обычный можно взять в тёрке где я взяла для начала мы нарежем сыр его нужно будет нарезать где-то на вот такие вот полосочки режем сыр на пополам мы выбираем адыгейский сыр потому что он не плавится во время жарки разделили на половинку и сейчас нарезаем вот такими брусочками толщиной около одного сантиметра можно чуть-чуть побольше этот сыр почему-то странно разваливается теперь мы берем наши листы нори и заворачиваем рыбу но целого листа будет слишком много поэтому мы предварительно разрежем их достанем примерно три листа и разрежем их на четыре части этого как раз достаточно чтобы завернуть наш сыр мы берем лист нори я шершавую часть кладу внутрь но по моему это не имеет значения берем кусочек сыра кладем на нори и начинаем заворачивать как суши сыр влажный поэтому нори начинает быстро прилипать конец нори смачиваем воде приготовьте заранее блюдце и доворачиваем плотно прижимая бумагу к сыру помогайте пальцами и вуаля наша первая рыбка готова не всегда сыр может подходить точно по размеру но это ничего страшного на вкус это не повлияет и продолжаем также заворачивать все кусочки на шнуре вкус получается очень нежным за счет сливочного вкуса сыра можно вместо сыра для вегетарианского варианта для веганского варианта использовать тофу что тоже будет очень вкусно вот вторая рыбка я вам предлагаю начать делать рыбку чтобы ее быстренько сделать и за время пока мы делаем рыбку у нас будет еще свободное время пока она поджаривается мы будем готовить наши кутабы их лепить и затем также будем их обжаривать замешиваем кляр теплой водой постепенно подливая воду и следя за консистенцией стараемся размешивать до состояния жидкой сметаны и без образования комочков ставим греться сковородку и заливаем в нее побольше масла чтобы у нас получился кляр не забывайте следить за картошкой и посматривайте на ее состояние если вы хотите до корочки то подержите еще немного приготовьте две вилки снова перемешайте кляр но ложку уже отложите перенесем все поближе сковороде теперь мы берем нашу рыбку можно положить сразу несколько кусочков кляр сколько у вас поместится обваливаем их в тесте масло уже готово немного снижу огонь и начинаем доставать вот такая вот у нас обваленная рыбка и кладем на сковородку масло можно готовить в сотейнике подлить туда побольше масла и чтобы у вас полностью были погружены погружена рыбка в масло так будет гораздо быстрее получаются какие-то оладушки так что я решила последовать собственному совету и готовлю уже сотейник чтобы перелить сюда масло и чтобы оно именно полностью было погружено в масло это наши оладушки и теперь снова по нашей схеме повторяем закидываем рыбку в кляр обваливаем хорошенько в тесте и закидываем горячее масло чтобы она у нас там варилась во плитюре пока часть дожаривается мы возьмемся за наше тесто которое мы готовили будем добавлять муку и перемешивать хотелось бы заметить что сегодня мы делаем блюдо с которыми вы точно не похудеете так что извиняйте обсыпаем мукой и я подготовил поверхность также будем лепить прямо на столе вываливаю тесто и буду дальше уже месить руками у нас уже на подходе первая партия та самая которая нам нужна и вот такой вот пляр у нас получается стандартно замешиваем тесто я его раскатала вот в такой вот батончик берем и нарезаем на несколько частей я режу прямо на столе потому что это натуральный камень ему такие движения механически не страшны но если у вас не камень то я бы все-таки советовала положить доску но на доску я положу готовые такие вот пирожочки берем одну часть обваливаем в муке и берем скалку немного поглядываем как у нас там готовится и раскатываем лепешечку тоненький тоненький пласт крутим в разные стороны если нужна мука подмешиваем и у меня получился вот такой вот прямоугольник я его еще раз разделю пополам и сделаю из него небольшие куда бы выкладываю начинку ее нужно прям тонким слоем наложить поэтому кладем и разравниваем как можно более плоскую для этого необходимо также нарезать очень мелко нашу зелень положили закрыли и необходимо пальчиками притоптать чтобы у нас получился небольшой пирожочек тире лепешечка чтобы края не расходились и вот уже первая такая лепешечка нестандартной формы готова откладываем ее летим вторую прохожусь по конца и немножечко придавливаю рукой чтобы она была более плоской и можно ставить разогреваться сковородку с маслом чтобы затем все обжаривать либо подготовить другие лепешки тесто старайтесь раскатывать как можно тоньше чтобы начинки было побольше картошку кстати я уже выключила так что посмотрите не подгорела ли там ваша возможно я раскатываю тесто достаточно небрежно но у меня вроде бы и нету таких кто придирался бы к неровности из-за этого большого куска можно нарезать целых шесть частей но возможно чуть поменьше ну четыре так точно будет из-за соли зелень давай немного воды жидкости я стараюсь все-таки класть не слишком мокрую иначе у нас будет тесто также в некоторых рецептах на сайте советуют примять скалкой или руками наши лепешки чтобы они были дольше но в целом как я и говорила но только там прям раскатывают но это тоже на самом деле один из способов есть вариант когда вы можете первоначальный батончик раскатать также на маленькие кусочки а этот вот такой вот кусочек раскатать в тонкую полоску положить полностью туда выложить зелень накрыть и все это опять конкретно прокатить скалочкой и потом уже собирать рулетик и нарезать его на части чтобы еще раз раскатать и у вас будут лепешки которые полностью пропитаны зеленью а кстати да еще важный момент это залепить лепешки куда бы так чтобы внутрь не пропадал воздух иначе они начнут надуваться вот у меня даже сейчас немного выходит эта жидкость тогда я придавлю вот это бы все-таки пора уже ставить сковородку и рекомендуют кстати жарить без масла у нас закончилась теперь будем класть наши куда бы на раскаленную сковороду она почти без масла у меня здесь уместилась три штучки и и приготовим для них тарелку пока у нас партия готовится мы лепим дальше вот они у нас подрумянились их можно переворачивать оборачивать и достаем нашу последнюю рыбку вот такие вот конвертики я вас уверяю зелень будет просто очень вкусная вот такая вот на самом деле небрежная рыбка получилось первый раз готовила не у лишата дома и на кухне и почему-то сыр на самом деле какой-то странненький получился и нори был слишком сухой в общем все равно это будет вкусно и закидываем следующую партию немножко они у нас подрумянились ого это такой сильный ветер что мне кажется что это вытяжка работает очень шумно все готовится но еще нужно мыть небольшую горку посуды и финальная часть нашего ужина салат из свежих овощей и нужно будет еще набрать мне листья салата рукколу шпинат и сделаем очень вкусный салатик вот такой вот ужин у нас получился сейчас будем ждать оценочки спасибо что были со мной мы приготовили очень вкусный ужин все наелись все были довольны и очень всем понравилось при том рекомендую в картошку на тот объем который был у меня класть все таки один пакетик его будет предостаточно и спасибо что были со мной не забывайте подписываться на канал ставить лайки пишите комментарии и до новых встреч пишите понравилась ли вам такая рубрика продолжать ее вести и тогда буду подбирать для вас снова интересные рецепты и показывать как все это на самом деле просто приготовить